Спрос на аграрную продукцию ежегодно увеличивается, однако площади сельскохозяйственных земель остаются почти неизменными. Из-за нечастого севооборота почвы истощаются, а урожайность снижается. Синтетические удобрения, действующие за счет большого количества азота, фосфора и калия, могут увеличивать урожайность, но дают краткосрочный эффект и со временем нарушают баланс питательных веществ и уменьшают количество полезных микроорганизмов, необходимых для дальнейшего восстановления почв. Альтернативой могут стать гуминовые удобрения, получаемые из органического сырья, помогают в восстановлении почв, повышают емкость катионного обмена, улучшают паристость и водопроницаемость, а следовательно налаживают микрофлору и стабильность почв в долгосрочной перспективе. Гуминовые вещества годами формируются на поверхности земли, но есть и промышленные методы их экстракции и дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Одной из наиболее распространенных является методика с помощью перегонного куба и растворителя, по которой процесс повторяется многократно до достижения нужной концентрации гуминов. Такое производство является энергозатратным и малоэффективным, независимо от количества циклов. Большинство лигнинных и целлюлозных оболочек остаются целыми и дальше защищают гумины от высвобождения и активного действия. Компания GlobeCore нашла решение для оптимизации производства гуминовых удобрений. Это аппараты вихревого слоя АВС, которые помогают экстрагировать гуматы из органического сырья и максимально задействовать их в восстановлении плодородия почвы. Преимущества технологии GlobeCore заключаются в быстром высвобождении активных веществ из органического сырья, эффективном экстрагировании гуматов как в присутствии реагентов, так и без них и низком энергопотреблении. Это достигается за счет комплексного воздействия различных факторов в рабочей камере аппарата, в частности кавитации, магнитострикции, электролиза и других. Исходное сырье для производства гуминовых удобрений торф, сапропель, бурый уголь или леонардит должно быть предварительно подготовлено, после чего оно подается в рабочую камеру аппарата вихревого слоя, где за считанные секунды происходит высвобождение гуминовых веществ. Далее готовое удобрение поступает в емкость для хранения или дальнейшей фасовки в тару меньшего объема. Отметим, что полученный продукт имеет более высокую концентрацию гуминовых веществ и более низкую себестоимость по сравнению с удобрениями, полученными традиционными методами, а также не требует дополнительной фильтрации перед распылением и способствует продлению срока службы распыляющих форсунок. А что вы думаете о такой технологии производства гуминовых удобрений? Оставляйте свое мнение в комментариях. Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте www.globcore.com.